У семьи Приставкиных из Чернышевского района 11 детей. Все они живут в деревянном доме площадью чуть больше 30 квадратных метров. Летом супруги попросили о помощи юриста, а собрали нужные документы для участия в федеральной программе поддержки многодетных семей. 7 миллионов 600 тысяч рублей. Именно за такую стоимость Приставкины теперь могут выбрать себе новое жилье. По закону его площадь должна быть не менее 198 квадратов. Также семья решила жить в Чите. Однако на дворе зима переезжать супруги не спешат. Дома, которые им предлагают, постоянно не нравятся. И претензии не только к внешнему виду, но и к начинке. Мы писали на бумаге ламинат, маркет, как они нам сказали, эти навесные потолки, электрические ворота, баня, земля не менее 15-20 соток, комнаты не менее 6-7 комнат у нас было в описи. Санузлы, два санузла, две ванны. Мы просили, чтобы дети вместе-то в очереди не стояли в туалет. Опись уже переделана, там ни бани нет в описи. И дом, чтобы был кирпичный, добротный дом, мы просили. Сегодня Приставкины смотрят очередной дом по адресу 4-я коммунальная на первой части. Снова все не так. Деревянная лестница и мебель не впечатлили. Считают, что минусов гораздо больше, чем плюсов. Ламинат не везде, подвесные потолки есть не во всех комнатах, маленький земельный участок. Юрист и друг семьи Марина Зайцева уверены, чиновники намеренно предлагают многодетной паре плохие варианты. Они сами 20 домов просмотрели. Я специально не ходила с ними, не смотрела нигде, чтобы они своим осознанно выбирали свой дом, чтобы на них никто не оказывал давление, ничего. Вот они несколько домов выбрали, приходят к чиновникам, к этому молодому парню, к Лыткиной, и к Асоеву. Те говорят нет, нет, нет и нет. И вот это, ну это же ненормально. Дороги отвратительные, школа непонятно где, транспорт здесь тоже отвратительно ходит. Ты как будешь ездить сюда? Мы обратились в администрацию президента уже трижды. Трижды приходят сюда указания немедленно вопрос решить. 11 детей, единственная семья в Забайкальском крае, у которых 11 детей. Марина Зайцева намерена обращаться с жалобами в самые разные ведомства. Зайцева считает, что семья может остаться и на зиму в своем старом деревенском доме. Но найдется ли такое жилье, которое полностью удовлетворит придирчивых супругов?